Субтитры сделал DimaTorzok Который был представлен в 2006 году и находится рядом с хорошо известной моделью 990 Adventure R И это дает понимание того, что может предложить этот интересный австриец Однако, несмотря на схожие характеристики, Super Enduro R это совершенно другой мотоцикл по сравнению с Adventures Который был создан для жесткой езды по бездорожью А фары и зеркала нужны ему только для того, чтобы добраться до мест покатушек своим ходом Субтитры сделал DimaTorzok Который в данном случае имеет 942 кубических сантиметра Подача топлива осуществляется двумя 43-мм карбюраторами Keher Которые обеспечивают отличную реакцию на ручку газа Максимальная мощность составляет 98 л.с. при 8500 оборотах в минуту И 95 нм крутящего момента при 7000 С такими характеристиками пяти передач было бы вполне достаточно Чтобы мотоцикл мог отлично чувствовать себя на бездорожье Но КТМ думает обо всем В том числе и к поездке к любимым местам для катания Поэтому Super Enduro R получил шестую передачу Которая уменьшает расход топлива по трассе И увеличивает максимальную скорость мотоцикла Которая уменьшает расход топлива по трассе Мотоцикл имеет вполне обычную решетчатую раму А вот длинноходная подвеска VP была разработана специально для экстремальной езды по бездорожью Это передняя перевернутая 48-мм вилка с ходом 250 мм И моноамортизатор сзади, ход которого составляет 255 мм Вилка имеет весьма нужные на бездорожье щитки Защищающие нижние перья от грязи За торможение отвечает система Brembo Которой хватает всегда и везде Мотоцикл имеет большие габариты Отсюда и вес весьма немаленький Сухая масса 185 кг Также еще одним препятствием для невысоких райдеров Является его почти метровая высота по седлу А если быть точнее 965 мм Субтитры создавал DimaTorzok Объем бака Enduro Air составляет 13 литров, чего маловато при таком объеме и мощности Его дополняют агрессивные боковые панели с названием производителя Написанным на них кодных шрифтах Однако они сильно прикрывают главную изюминку этого Enduro Поэтому распознать V-образный двигатель довольно сложно Поскольку большинству непосвященных людей для этого не хватит двух выхлопных труб под хвостом После выхода в 2006 году Super Enduro Air в этом же году участвовал в гонках Эрнсберг Радео Где заводской гонщик КТМ Дэвид Найт одержал победу После чего он выразился, что 950 Super Enduro Air идеальный мотоцикл для всех Кто хочет справиться абсолютно со всем Субтитры сделал DimaTorzok Подводя итог, можно смело сказать, что КТМ 950 Super Enduro Air Очень привлекательный и высокопроизводительный мотоцикл Которому не хватает разве что инжекторной системы питания Он определенно не для новичков Да и не каждый опытный райдер решится вовсю поджигать на нем на бездорожье Ведь этот мега монстр требует такого же внимания на бездорожье Как и супер спортивный байк в городе Super Enduro Air производился до 2008 года включительно А в 2009 была выпущена лимитированная серия КТМ 950 Super Enduro Air Эрнсберг Эдишн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok